всем здравствуйте сегодня у нас 16 июля 2022 года одесса суббота 10.40 10.40 время у нас вчера весь день были воздушные тревоги весь день просто начинались заканчивались и опять начинались очень это было долго мы пошли в магазин не успели зайти началась воздушная тревога и всех попросили выйти с магазина мы слышали что такое происходит но никогда не попадали оказывается что вышел закон что во время воздушной тревоги все должны выходить из магазинов иначе будут наказывать хозяев ну вот мы попали воздушная была тревога очень долго полтора часа мы пошли домой потом пошли опять сегодня ночью утром был нет ночью было две воздушные тревоги это даже утром можно сказать и в пять утра было еще 35 был прилет игорь его хорошо слышал что-то слышал я слышал сначала с двух самолета а потом как здоровенный взрыв здоровенный взрыв так можно сказать да еще очень громко было да и далеко и вот мы вот сейчас выходили из дома мы выходили во сколько часов 10 да да и был виден дым до сих пор а взрыв не могут потушить до прилетела в инфраструктуру сказали уже выступал мэр наш труханов что тушится что много большая площадь горит чего мы не знаем и пока неизвестно если пострадавшие в общем вот с такого мы начинаем свой репортаж я хочу мы хотим еще раз подчеркнуть мы не политический канал мы снимаем только за одессу что происходит одессе чем живет одесса и все такое у нас в одессе такая проблема но это наверно не только в одессе во всех городах сейчас в украине что люди не могут пойти на работу из-за того что некуда оставить некому и некуда детей некоторые работодатели разрешают брать с собой детей идем заходим мы заходим на новый рынок будем говорить и заодно вы посмотрите мы прошли там было шумно я молчала некоторые работодатели разрешают брать детей на работу но это не все и и поэтому многие теряют работу из-за того что негде оставить детей вот на днях собираются открыть пару садиков с 18 числа по моему это в тех где есть бомбоубежище да 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 бомбоубежище и там не так все просто там надо правила такие серьезные очень серьезные грудь в основном да будут брать детей тех кто работает в основном на как это называется на трамваях троллейбусах коммунальное обслуживание до госслужащие банки ну состояние кто там где нельзя детей в общем никто нет что значит кто не в состоянии в первую очередь имеется ввиду потому что открывается очень мало садиков но дело в том что вы знаете пару садиков есть работают но это частные садики их очень мало и плюс они очень дорогие также если знаете не садика типа пионерских лагерей таких как называется дневных но это тоже все за деньги есть дневная есть круглосуточные тоже есть они но их тоже очень мало и они за деньги это все стоит деньги ну опять же у мам очень многих страх а как это будет все таки или один ребенок дома два или целая группа да получается ну как я так разбудить вот ну к примеру да дети спят и и тут воздушная тревога я вообще не представляю как это все организовывается но наверно все продумали я не знаю да наверно то мы идем вот по новому рынку я немножко вам показываю как это сейчас все выглядит и заодно рамы рассказываем информацию еще тоже людям в помощь потому что действительно очень большая проблема да да большая проблема людям в помощь выпечка на сайте горячая выпечка и тут же детская и тут же вот колбаса сыр и вот такое очень подняли цены на крышки да слушай какие-то закручивающие стас объясняю многие не принимают любом когда очень дорогие крышки для закруток стали здесь такая как центральная до улица получается машину самая широкая то нарядно в принципе нет сейчас на новом рынке везде красиво чисто очень красиво сделали новый рынок это давно уже он уже давно такой и вот кстати опять же о детях сколько вот смотри какая картина это вышивка мы часто бываем на новом рынке видим очень много детей вместе гуляют мамочки работают и берут детей с собой они детки здесь к с кооперируются и гуляют какой еще выход что делать надо же как-то звить да видите если не было еще солнце выше да утром было даже прохладно можно сказать а сейчас стало опять жарко да не знаю обещали даже с утра дождь но дождя не было бы вчера по граду смотрел град дождя не будет да да граду мы верим посмотрите немножко ух какая черешня ясно но первая черешня по моему все что у меня поправлялась а почему вишня а почему пшенка 30 она привозе 10 мы слушали да мы сами не видели люди говорили на привозе 10 а у рыба здесь появилась не было рыбы что там гвозька да ну что надо будет заканчивать потому что мы хотим зайти ну хорошо сейчас здесь вот еще такой такие магазин хочу уже показать как это выглядит знаете сбоку много я тут вот чисто вот так вот здесь продукты и тут же есть вот такие маленькие магазинчики да мы будем прощаться будьте нам здоровы берегите себя мы вышли с рынка и я вспомнила что я не сказала что мы открыли свой телеграм-канал он называется детские прогулки ссылку и название канала я под видео пишу и также пишу в комментариях в начале прикрепляю спасибо всем большое кто заходит к нам кто заходит в телеграм-канал подписывается ночью вам благодарны будьте нам здоровы вот теперь не буду морочить вам голову и скажу вам до завтра